За облачные суммы жительница многоквартирного дома по улице Муканова получила квитанцию за услуги КСК и не поверила своим глазам. 73 тысячи тенге должна оплатить женщина вместо обычных 900. Как выяснилось, такие квитанции пришли всем жителям дома. Откуда такая сумма разбиралась Ирина Вобещевич? Когда мы получили эту квитанцию, мы были в шоке, потому что сумма на ней 73 362 тенге. Вместо 927. Мы были шокированы. Александра Ятеревская проживает на первом этаже пятиэтажного жилого дома номер 8, что на Муканово. Пенсионерка исправно оплачивает все коммунальные счета. Еще в сентябре за свою трехкомнатную квартиру она оплатила 927 тенге за КСК. В октябре же в ее квитанции появилась заоблачная сумма 73 362 тенге. Мы сразу все по соседям здесь начали обзванивать, собираться и собрали собрание, на котором мы выразили свое недовольство. Астрономические суммы в квитанциях на оплату услуг КСК были замечены после того, как председатель КСК «Дружба» вознамерился произвести капитальный ремонт кровли. Однако, по словам владельцев квартир, они эту идею на общем собрании не поддержали. Наш председатель КСК собирал неоднократно собрание, но никогда не было кворума собрания, совсем было мало жильцов. И настаивает на том, чтобы нам поменять крышу полностью. Хотя наша крыша не в таком аварийном состоянии, которое нуждается в полной замене. По подсчетам жильцов, восьмеподъездного дома, где 112 квартир, ремонт, который предполагается осуществить, стоит 6,5 миллионов тенге. Жители всех квартир от первых до пятых этажей согласны, что крышу пора приводить в порядок. Но не за такие деньги. Это ужасно, вы что, милая моя. Это лекарство, только на 20 тысяч беру, и квартира такая дорогая. Где же платить-то чем? Не буду я платить, не буду. Пускай в суд подают. У меня брать нечего. Пусть приходят, забирают деревяшки гнилые. Жители пятых этажей, где о текущей крыше знают не понаслышке, настроены иначе. Вот, кафель отстал, упал, разбился и течет с окна вот так вот. И вот это все вот так вот. Анна Надина последние несколько лет мучается с крышей. Осилить ремонт самостоятельно она не может. А вот если все жильцы скинутся, то и проблема устранится. А за мою сумму кто будет делать? Одна я не буду платить, хотя таких денег нет. У меня пенсия минимальная, маленькая. Мы встретились с председателем КСК «Дружба» и попросили его показать крышу, которую собираются делать за 6,5 миллионов. Однако подняться мы так и не решились, потому что на нас обвалилась груда помета в перемешку с опарышем. В большинстве голосов 58 подписали на произведение целевого сбора. Из них 43 по площади квартир. Данный протокол был знан в Центр коммунальных платежей, где откуда были начислены целевые сборы. Когда люди давали свои подписи, сумма еще не была известна. Теперь же жильцы собирают подписи против не самого ремонта, а навязываемых, по их мнению, работ. Жильцы говорят, что председатель бессовестно завышает сумму. Если будет решение такое же, список голосов, что люди вдруг передумали, то есть больше половины, что не согласны, соответственно, сбор будет снят. Если согласны, то меньшинство не согласны, извините, остальные будут сдавать. Это есть закон о жилищных отношениях. Дело в том, что председатель работает в строительной фирме, которая и выставляет баснословные счета. Вариант, чтобы как-то пересмотреть смету в сторону уменьшения, Владимиром Долгомысовым не рассматривается. Как говорится, все или ничего. У меня строительная компания есть, если что понимаете. У вас строительная компания, и вы делали, ну, на эту компанию? Да, мы же, да. И она должна была делать? Мы не от компании, просто мои люди готовы взяться за эту работу. В обществе защиты прав потребителей пояснили, что председатель не может навязывать определенную фирму для осуществления ремонта. Прерогатива жителей – решать, кто и за какие деньги будет делать их крышу. Надо понять просто, что председатель, будем говорить простым языком, да, это работник, который работает на данных собственников квартир. Они распоряжаются, как работать ему, какая у него заработная плата будет, и что он будет делать, если так простым языком. Пока ремонт не начат, жильцы вправе пересмотреть смету, да и сами подыскать фирму-подрядчика. Поскольку строительно-ремонтные работы не начаты, денежные средства не вложены, они вправе сделать отдельный протокол об отказе данных услуг, то есть поскольку нет необходимости в этом. Также большинством голосов уведомить об этом председателе КСК, поскольку, я говорю, еще ничего не вложилось, правильно, никаких ремонтных работ не произведено. Поэтому это их право отказаться еще до стадии, когда будут начаты ремонтные работы.